Новое название и содержание. В парламенте зарегистрировали новый проект Кодекса телевидения и радио. Молдавская молодежь не стремится в педагогии. Обеспокоенность выразила глава Минпросвета Моника Бабук. 25 марта в столице пройдет марш объединения. В то время как некоторые партии встревожены, организаторы уверяют, акция пройдет мирно. Настоящая драма разыгралась сегодня во Франции. Террорист сделал заложники посетителей супермаркета и требовал освобождения своих подельников из тюрьмы. За 45 выстрелов штраф 5000 рублей. Подмосковная полиция выясняет обстоятельства стрельбы, которую устроил певец Витас в коттеджном поселке Барвиха. Далее все это и многое другое подробно. Посол Республики Молдова в России Андрей Негуца вернулся в Москву. Уже с сегодняшнего дня он приступил к исполнению своих обязанностей. Накануне в рамках встречи в Кишинелу молдавского министра иностранных дел Тудор Ульеновский с российским вице-премьером Григорием Карасиным стороны объявили, что пришли к общему знаменателю по поводу возвращения Негуцы в столицу России. Напомним, молдавский посол был отозван на неопределенный срок Министерству иностранных дел и европейской интеграции в середине декабря прошлого года для консультаций. В ведомстве считают, что Россия запугивает и преследует молдавских политиков. В свою очередь, российская сторона назвала действия Кишинелу новой провокацией проевропейского правительства, направленной на подрыв стратегического партнерства между двумя странами. Но поговорим о новостях внутренней политики. В парламенте зарегистрирован новый проект Кодекса телевидения и радио. Он представляет совершенно новые правила работы молдавских средств массовой информации. Об этом сообщил спикер Адриан Канду. Он отметил, что над разработкой документа работали как местные, так и зарубежные эксперты. По словам спикера, он может быть принят в первом чтении уже через две недели. Новый Кодекс телевидения и радио представит совершенно новый формат работы средств массовой информации. Даже название документа поменяли. Теперь он будет называться Кодекс услуг телевидения и радио. Одна из его основных задач, по словам спикера, стимулировать производство местного контента. Стимулирование местного продукта, стимулирование продукта на государственном языке – все это важно для развития этой индустрии. В то же время это косвенный метод по борьбе с пропагандой. В новом Кодексе услуг телевидения и радио существуют эти постановления по продвижению местного продукта. По словам Канду, над разработкой нового Кодекса работали как местные, так и зарубежные эксперты. Проект уже зарегистрирован в парламенте. Спикер уточнил, что документ может быть принят в первом чтении уже через две недели. Насилие в отношении медработников будет караться штрафами. Соответствующий законопроект был принят сегодня парламентом Молдовы. Таким образом, правонарушители ждут денежные санкции от 500 до 7500 леев или же арест сроком до 15 суток. С целью защиты здоровья и правом медицинских работников парламент принял законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях. Таким образом, в результате принятых поправок оскорбление медработника будет наказываться штрафом от 500 до 1250 леев. В случае, если будут нанесены телесные повреждения, денежные санкции могут достигать 7500 леев или же правонарушитель будет наказан арестом сроком до 15 суток. Отметим, ежегодно регистрируется около 100-120 случаев различных форм насилия в отношении медработников, в том числе случаи словесного, психологического и физического насилия. Напомним, подобный случай произошел две недели назад в муниципальной клинической больнице номер один, когда заведующая отделением терапии получила перелом ребер и сотрясение мозга из-за нанесенных ударов родственникам умершей пациентки. После чего, в связи с участившимися случаями агрессии, врачи нескольких медучреждений столицы объявили о так называемой японской забастовке. В педагоги не идут. Министерство просвещения, культуры и исследований встревожено невостребованностью этой профессии среди молодежи. Об этом сообщила глава ведомства Моника Бабук в интервью на одном из частных телеканалов. По ее словам, сейчас молдавские образовательные учреждения срочно нуждаются в учителях по физике и математике, так как большинство преподавателей по данным специальностям уже находятся на пенсии. Факультеты педагогики, математики, физики, биологии и даже истории далеко не востребованы среди молдавской молодежи. На одно место по этим специальностям приходится в крайнем случае по одному заявлению. В Министерстве просвещения, культуры и исследований бьют тревогу. Если все и дальше продолжится такими темпами, скоро молдавские образовательные учреждения останутся без преподавателей по около половине предметов. Об этом сообщила глава Минпросвета Моника Бабук в передаче на одном из частных телеканалов. По ее словам, более 40% от общего числа педагогических кадров в Молдове – это люди, которые уже находятся на пенсии. Они продолжают работать, потому что их некому заменить. Министерство уверены, проблему можно решить только при повышении заработной платы учителям. По словам Бабук, сейчас государство намерено продвигать профессию педагога среди молодых людей путем увеличения стипендий. Отметим наиболее популярные специальности среди молдавской молодежи – экономика, право, журналистика, информационные технологии. Не отвечается на провокации унионистов. С таким призывом гражданам республики выступила партия социалистов. Как отмечается в пресс-релизе политформирования, намерение унионистов провести 25 марта так называемый «Марш объединения» – это целенаправленная акция против суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы. Социалисты возмущаются и тем, что организаторы акции намереваются активно задействовать студентов, учащихся лицеев и гимназий. В связи с этим ПСРМ призывает родителей и учителей пресечь попытку вовлечения несовершеннолетних детей в данную акцию. Партия социалистов также потребовала, чтобы сотрудники СИБА, МВД и прокуратуры не допустили проникновения на территорию страны провокаторов из соседнего государства. Напомним, что акция 25 марта приурочена к празднованию 100-летия объединения Бессарабии с Румынией. Ее организаторами выступает Альянс Столетия, который состоит из унионистских организаций Республики Молдова и Румынии. А вот либеральная демократическая партия заявила о своей поддержке марша в честь 100-летия объединения. В пресс-релизе ЛДПМ говорится, что Политбюро партии рекомендовало членам политформирования принять участие в манифестации, запланированной на 25 марта в столице. На акции ждут тех, кто подписал символические декларации об объединении двух стран. Больше всего в этом списке мэров Либеральной демократической партии, бывших или нынешних. Поэтому позиция членов партии в отношении марша уже четко определена. В пресс-релизе также уточняется, что ЛДПМ решила поддержать единого кандидата на пост мэра на выборах в муниципе Кишинео 20 мая 2018 года. Обсуждение по этому поводу либерал-демократы намерены завершить до конца этого месяца. Но вернемся к теме унионистской акции. Между тем, сами организаторы марша объединения заявляют, что акция пройдет мирно. Митинг планируется провести на площади Великого национального собрания. Территория будет находиться под охраной полиции, а каждого участника будут проверять на наличие опасных предметов. Марш объединения пройдет, как запланировано, 25 марта и без провокаций или насилия. Об этом сообщили организаторы митинга представителей альянса за столетие. По их словам, территория площади Великого национального собрания, где будет проходить акция, будет находиться под постоянным наблюдением полиции. Мы не агрессивная группа, чтобы разрушать правительство, парламент или президентуру. Мы хотим доказать всем, что мы мирное движение, потому что только такие акции имеют легитимность и признаются международными организациями. С утра там будет полиция, будут ветераны войны, а вход на площадь Великого национального собрания будет разрешен только после проверки того, кто этот человек и что он при себе имеет. Председатель блока национального единства Влад Белецкий также прокомментировал отказ парламента Республики Молдова провести совместное заседание с парламентом Румынии по случаю 27 марта. По его словам, отказ очень подозрителен, учитывая постоянную помощь со стороны румынских властей в нашей стране. К другим темам. Вице-председатель нашей партии Ильян Кашу и Елена Грицко провели встречу с послом Румынии в Республике Молдова Даниэлом Ионице. По словам представителей руководства политформирования, встреча прошла по инициативе румынской страны. Темой обсуждения стала ситуация в стране на уровне местных властей. Вице-председатели нашей партии сообщили о случаях репрессий в отношении местных избранников, в особенности муниципия Белц. В свою очередь, Иониц отметил, что такие действия недопустимы в стране, подписавшей соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Также посол поинтересовался и планами нашей партии на досрочных местных выборах и выяснил мнение руководства политформирования о предвыборном годе. Отметим, пока наша партия не назвала имена своих кандидатов на должности мэров в Кишинеу и Белц. Реализация проектов программы Союза Археи стартовала. Благодаря ей в селе Пахарничень появится уличное освещение, а в селе Браниште и Фурчень – современная игровая площадка. И то, и другое пожелание самих жителей этих населенных пунктов. Объединить их в единый союз, помочь развить инфраструктуру, решить проблемы – идея лидера партии Шор Илона Шора. Тему продолжит Ольга Гриненко. Жители Пахарничень уже и не надеялись, что в их селе когда-нибудь снова будут гореть фонари. Местный бюджет не потянул бы такие расходы. Вот и приходилось во тьме по переулкам ходить. Брали фонари, ходили, когда надо друг к другу или в магазин. Вот так. По улице не мог ходить, страшно было. Еще и болото бывает по колено. В центре села есть несколько фонарей, а вглубь село выглядело пустым. Без света в первую очередь много нехорошего происходит, а с освещением село красивее станет, более оригинальным. Работы по проводке кабелей и установке фонарей идут полным ходом. Электрики обещают, через несколько дней будет готово. В целом предполагается подключить 300 LED-ламп. Уличное освещение в Пахарниченах – проект, осуществленный в рамках Союза Архей. Населенные пункты, вступившие в него, могут рассчитывать на помощь во всем, что касается развития инфраструктуры. Были созданы рабочие группы, которые с нашими представителями сделали анализ проблем сел. Все выявленные проблемы сейчас обсуждаются. Сегодня мы находимся в селе Бронешты, где воплощается желание жителей этого села о создании или о постройке детской площадки для детей. В это здание детсад переехал лет семь назад. Специально оборудованной площадки здесь не было. Несколько лавок до старой турники. Теперь, благодаря Союзу Архей, у малышей появится отдельная современно оборудованная территория. Нам было просто необходимо, чтобы дети имели игровую площадку, где бы мы могли заниматься с детьми, где бы мы могли проводить ролевые игры и для общего развития ребенка. Поэтому мы очень благодарны этой компании, которая организовала для многих сел, в том числе и для нашего села, для нашего детского сада. Аналогичная игровая площадка появится и в селе Фурчень. Союз Архей создан по инициативе лидера партии Шор Илона Шора. Его цель – воплотить в жизнь социально-инфраструктурные проекты, реализованные в Архей и в сельских населенных пунктах района. Реализация программ в рамках Союза осуществляется на основании добровольной инициативы их жителей и обеспечивается силами и средствами команды проекта. Экс-глава муниципального управления транспорта Игорь Гомрецкий не будет восстановлен в должности, несмотря на постановление суда. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду. В соцсетях она отметила, что решение суда Кишине, которое позволяет бывшему чиновнику вернуться в мэрию, будет обжаловано в вышестоящей инстанции. Напомним, Высшая судебная палата удовлетворила ходатайство Игоря Гомрецкий и исключила из приговора санкцию о лишении права занимать публичные должности сроком на три года. Бывший чиновник фигурирует в деле о строительстве платных парковок в Кишинеу. Он был приговорен судом первой инстанции к двум годам лишения свободы. Приговор был смягчен апелляционной палатой, в результате чего Гомрецкий был осужден к трем годам условно. Тем временем, экс-глава муниципального управления транспорта пока не высказался о своем намерении вернуться в мэрию столицы. Международный валютный фонд рекомендует властям Молдову усилить борьбу с теневой экономикой, обеспечить стабильность бизнес-среды и прозрачность банковской системы. С такими рекомендациями выступил руководитель экспертной миссии МВФ Бен Кельмансен на встречу с руководством Национальной конфедерации профсоюзов РМ. Международный валютный фонд, как отметил Кельмансен, хотел бы, чтобы в нашей стране создавались рабочие места, наблюдался рост заработных плат, а также рост экономики в целом. О других новостях далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Всего 9 дней осталось у политических формирований для того, чтобы представить годовой отчет о финансовом управлении партии за прошлый год. С таким предупреждением выступила Центральная избирательная комиссия. В настоящее время только 7 из 45 партий представили свои финансовые отчеты, сообщает ЦИК. Отчеты необходимо представлять в соответствии с положениями закона о политических партиях и положения о финансировании деятельности политических партий. Затем доклады будут опубликованы и помещены под заголовком «финансовые отчеты» на официальном сайте ЦИКа. Вода в большинстве колодцев нашей страны непригодна для питья и не соответствует санитарным нормам. Таким образом, по данным исследования, проведенного Национальным агентством общественного здоровья в 2017 году, вода в более 70 колодцах республики не соответствует микробиологическим и химическим требованиям. И, следовательно, ее употребление нежелательно. Проблемы с качеством воды из артезианских источников. По данным Национального агентства общественного здоровья, в источниках, находящихся в районах Анини Нойка, Ушень, Фейлешт, Штефан Воды, Унгень, Рыжкань, Хынчешт и Архей, повышенное содержание фтора и бора. По данным Национального агентства общественного здоровья, порядка 60% населения в селах используют воду из колодцев, при том, что в 73% случаев эта вода некачественная. В муниципе Кишинэу будет построена дорога к складу растительных отходов на улице Каля-Гедегич. Инициатором строительства выступила столичная мэрия. На эти цели местные власти намерены потратить порядка 415 тысяч лев. Подрядчиком выступило Акционерное общество и Дилетати. Отметим, что муниципальный склад для растительных отходов был открыт в прошлом году и находится в ведении Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 300 компьютеров получат молдавские школы в дар от Республики Корея в рамках меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между министерствами двух стран. Список образовательных учреждений, которые получат помощь, на днях утвердило правительство. Таким образом, согласно решению Кабмина, 300 стационарных компьютеров и 3 ноутбука получат 27 школ со всей республики. Компьютеры передадут в районы и муниципальные советы для оборудования классов информатики. Развитие экономики, зарубежные инвестиции, создание рабочих мест, а также старт программ по стимулированию малого и среднего бизнеса. Таким был 2017 год для гагаузской автономии, сообщила накануне башкан Гагаузии Ирина Влах в ходе специального брифинга, посвященного отчету о проделанной работе за прошлый год. Глава региона отметила, что минувший год для экономики автономии охарактеризовался значительным ростом, в особенности в сельском хозяйстве, а также в промышленности. Влах также подчеркнула, что показатели социально-экономического развития региона в 2017 году, во многом превосходят аналогичные показатели в среднем по всей стране. Девять спортсменов представят нашу страну на чемпионате Европы по боксу возрастной категории до 22 лет, который пройдет с 25 марта по 1 апреля в Тыргужиу, Румынии. Среди будущих участников чемпионата двукратный медалист молодежного чемпионата Европы Дарин Букша из Ханчешт. Спортсмен будет соревноваться в весовой категории до 60 килограмм. Ожидается и участие боксеров в территории Левобережья. Отметим, что во главе сборной Молдовы по боксу находятся тренеры Игорь Унтиле и Михаил Мунтиану. Национальный банк Молдовы сообщил о том, что передал документы КРОЛ по проведенному расследованию о краже миллиарда в прокуратуру антикоррупции. Национальный банк Молдовы сообщил, что после визита представителей КРОЛ в Молдову официально получил все документы по расследованию о краже миллиарда, а затем передал их прокуратуре антикоррупции. В них содержится информация о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности трех банков Республики Молдова – Банка деэкономии, Банка Сычалы и Унибанк. Напомним, резюме второго отчета о расследовании, которое показывает, как были украдены деньги, а также указывает страны, через которые они прошли или в которые они попали, было опубликовано 21 декабря 2017 года на сайте Национального банка Молдовы. В свою очередь, представители КРОЛ подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с молдавскими следственными органами в целях поддержания усилий по возврату украденных денег на международном уровне. Продолжаем выпуск. На 30% больше запланированных проверок провело Национальное агентство по безопасности в 2017 году. Сумма выписанных штрафов составила около 2 миллионов леев. Какая еще работа была проделана Анса за предыдущий год – далее в сюжете. 2017 год для Национального агентства по безопасности пищевых продуктов стал годом изменений. Анса расширила свои полномочия и начало следить не только за качеством продуктов, но и алкоголя, а также защитой прав потребителей и охраной труда. На протяжении года в результате множества дискуссий с министерствами и департаментами, которые контролируют пищевую отрасль, в законодательную базу были внесены более 70 нормативных и законодательных актов, на базе которых мы продолжим реформу структуры Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Всего за 2017 год Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов провело более 30 тысяч проверок, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, и на 30% больше запланированных. Анса нацелена на достижение еще более высокого уровня безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В частности, они намерены разработать комплексный подход, охватывающий все сектора и этапы пищевой цепи, от производства до транспортировки и сбыта. Достижение поставленных целей будет способствовать экспорту из Республики Молдова в Европейский Союз и страны СНГ. Отметим, что в 2017 году было выдано 92 тысячи сертификатов на экспорт молдавской продукции в лидерах фрукты, в частности экспорт винограда в 20 стран мира. Валентина Турова, Сергей Липодат, Вести Молдова. Столичные микроавтобусы пройдут проверку на соответствие техническим нормам. Об этом сообщает мэрия муниципи Кишинел. Проверки начнутся в начале следующей недели и продлятся до 6 апреля. Так, специалисты проверят техническое состояние и экипировку маршруток, их внешний и внутренний вид. Микроавтобусы, которые не пройдут тестирование, будут изъяты с маршрутов. В то же время, если администраторы столичных маршруток откажутся проходить техническую проверку, у них будет изъята лицензия на предоставление услуг транспортировки пассажиров. Водители, будьте максимально осторожны. Сегодня из-за сильного снега затруднено движение транспорта в центре и на юге страны. Национальный инспекторат патрулирования настоятельно рекомендует водителям автомобилей соблюдать осторожность при передвижении и адаптировать скорость передвижения транспорта к ситуации на дороге. В условиях непогоды и плохой видимости Национальный инспекторат патрулирования рекомендует участникам дорожного движения использовать габаритные огни и противотуманные фары, что позволит снизить риск возникновения аварий. Прежде чем отправиться в дорогу, водителям советуют запастись мешком песка, лопатой, одеялом, а также взять с собой термос и чай. В случае чрезвычайной ситуации на дороге Национальный инспекторат патрулирования просит звонить по номеру 902. Между тем, снегопады метель не сказались на сегодняшней работе Международного аэропорта Кишинел. По данным компании, снегоуборочная техника трудится непрерывно над расчисткой рабочих площадей. При этом в аэропорту сообщают, что отклонение от графика рейса Кишинел-Бухарест-Кишинел произошло из-за метеоусловий в румынской столице. Вообще, отмена или задержка некоторых авиарейсов зависит строго от их регулирования авиакомпаниями в сложных метеорологических условиях, уточняется в пресс-релизе Международного аэропорта Кишинел. Сотрудники Международного аэропорта Кишинел практически без перерыва работают над очисткой взлетно-посадочных полос, перона и рулежных дорожек. В процесс вовлечена вся техника, а это около 25 машин. Трудятся в основном над очисткой наиболее важной зоны, а именно 450 тысяч квадратных метров площади, предназначенной для движения воздушных судов. На них постоянно наносятся жидкие и гранулированные противогололедные материалы. В связи с большими снегопадами нам пришлось усилить смены, продублировать количество персонала, которые задействованы. И, соответственно, использовать всю спецтехнику, которая имеется в наличии, плюс мы используем всю технику, которая есть в резерве. Более того, в компании администратора аэропорта «Авиаинвест» заявляют, что при необходимости работы по очистке от снега будут продолжены и ночью. В аэропорту уточняют, что ни один рейс не был отменен или хотя бы задержан в связи с очисткой рабочих площадей от снега. Единственная задержка на рейсе до Бухареста связана с плохими погодными условиями в столице соседнего государства. При этом, как сообщает пресс-служба компании, отмена или задержка некоторых авиарейсов зависит от их регулирования авиакомпаниями в сложных метеорологических условиях. Новости спорта. Наши спортсмены радуют своими результатами. Так, молдавский велогонщик Кристиан Райляну стал победителем второго этапа многодневной гонки туркортье, стартовавшей в Турции. А теннисисту Раду Албату удалось пробиться в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Майами. Молдавский велогонщик Кристиан Райляну стал победителем второго этапа многодневной гонки туркортье. Соревнование стартовало 22 марта в турецком городе Манавгат и продлилось 4 дня. Спортсмен из Молдовы оказался лучшим, преодолев 100-километровый отрезок из Тюрклера в Аланию на достаточно холмистой местности. Отличились молдавские спортсмены и на теннисных турнирах. Так, теннисисту Раду Албату удалось пробиться в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Майами после того, как он одержал победу в трех сетах. А 24 марта Албат проведет встречу с американцем Сэмом Куэри. В прошлом году, когда соперники впервые играли друг с другом, победу одержал Куэри. Встреча тогда закончилась со счетом 3-1. Отметим, призовой фонд турнира в Майами составляет порядка 8 миллионов долларов. Между тем, несмотря на снегопады, Молдовы переходят на летнее время. Так, в ночь субботы 24 марта на воскресенье 25 марта жители Молдовы передвинут стрелки часов на час вперед. Таким образом, нам придется спать на час меньше. Вместе с Молдовой на летнее время перейдут более 70 стран, за исключением Исландии, России и Беларуси. Ранее распоряжение о переходе Молдовы на летнее время подписал премьер Павел Филипп. В нем говорится, что по предложению Европейской экономической комиссии ООН и одновременно со странами-членами ЕС, переход на летнее время произойдет на всей территории страны в ночь на воскресенье. Тем не менее, специалисты отмечают, что некоторые люди с трудом переносят переход на другое время. Может появиться усталость и слабость. Поэтому за несколько дней перед переводом стрелок рекомендуется ложиться пораньше, пить меньше кофе, не употреблять жирную и жареную еду и чаще проветривать рабочие помещения. На этом информационная программа «Вести» подошла к концу. С вами была Олеся Кайряк. Напомню, что подробное проведение итогов уходящей недели с отчетом о главных событиях, комментариями и мнением экспертов и аналитиков о происходящем в стране и мире ждет вас уже завтра в программе «Вести» недели Молдовы в 19.00 и в воскресенье. Не пропустите. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова